Нижнекамск Мы такого его никогда не видели. Он всегда был в движении. Смотря на то, что в ночное время прошел дождь, это не помешало. Сегодня утром мы подготовили, прошорошили, скажем так, по спортивному жаргону. И троса очень хорошая. А вот таким его запомнили. Жизнерадостным, добрым и очень инициативным. Ильдус Ягафаров почти 10 лет проработал заместителем начальника управления по делам молодежи и спорту. Свою трудовую деятельность он начал в 1991 году. Сначала работал учителем физической культуры в Камполянах, после чего перевелся в Нижнекамск. Это на самом деле был удивительный человек. Его практически он сгорел на работе. Потому что вся нагрузка, которая была в спорте, я уже говорил здесь о том, что проведение мероприятий, встреча гостей. И потом вообще он такой был доступный. Никто и представить себе не мог, что Ильдус Раифович так внезапно уйдет из жизни. 2 мая он отметил свой 48-й день рождения, а на следующий день в обед скоропостижно скончался в результате инфаркта. Те, кто работал с ним долгие годы, отмечают, это был удивительный человек. Удивление, этот человек был скромный, тактичный. Исполнительская дисциплина настолько была у него. Уважение было к старшим. Вот его трудолюбие, оно настолько вдохновляло. И его ведь молодежь любила. Спортсмены к нему относились с таким уважением. Он любил и ценил не только свою работу, но и семью, жену и двоих детей. Хранитель Дуса Ягафарова повезли на родину в деревню Кадырово Зайнского района. Я хотел бы сказать, что это человек высокопрофессиональный, очень добрый, отзывчивый. Ни одного не было, ни спортсмена, ни команды, которые могли бы на него обидеться. Очень жаль, что судьба вот так распорядилась, не дожив до 50 лет. Остановилось сердце очень хорошего друга, коллеги. Аделья Сиразова, Ренат Харасов, Новости НТР. Ренат Харасов, Новости НТР.